По словам специалистов, ребенок лучше учится правилам дорожного движения на примере членов своей семьи. Поэтому совместное изучение ПДД, викторины и конкурсы в игровой форме помогают запомнить все гораздо быстрее. Знакомить детей с правилами дорожного движения необходимо с самого раннего возраста, отмечают госавтоинспекторы. Сегодня сотрудники полиции подвели итоги конкурса за безопасность всей семьей. В нем приняли участие воспитанники детского сада номер 178 и их родители. Важность их неоспорима, потому что все то, что вместе с семьей, это вообще должно быть во главе угла. У нас следующий год, по-моему, год семьи, так что мы очень плавно входим в этот год. И нам-то остались вообще самые уникальные родители, самые активные, самые вдумчивые, самые заботящиеся. Поэтому у нас и детки такие. Победителями конкурса стала семья Нотиных. Арсений вместе с папой заняли первое место и получили заслуженные награды. Призеры рассказывают, участие в конкурсе было непростым. Они долго готовились и прошли вместе много испытаний. Мы решили принять участие в этом конкурсе всей семьей. Потому что, ну, я считаю, в принципе, и мама, и даже наш сын, что это очень важно. Знать и соблюдать правила дорожного движения. Все этапы мы старались выполнять творчески, все вместе. Задействовали кучу своих знакомых. Ну, и получилось, в принципе, мне кажется, неплохо. Готовили, снимали ролики всякие, ходили по улицам, выполняли правила дорожного движения, общались с полицейскими. Подводя итоги конкурса, сотрудники госавтоинспекции поблагодарили работников и воспитанников детского сада номер 178 за приглашение, вручили победителям грамоты, призы и пожелали безопасных дорог. Еженедельно мы проводим рейды в школьных и дошкольных организациях на профилактику детского дорожного травматизма. С целью того, чтобы снизить цифры, статистики, которые растут. После награждения для детей провели занятия педагоги передвижной мобильной лаборатории ПДД. Обучение основам дорожной грамотности прошло в игровой форме, с использованием наглядных материалов, стендов, макетов, уличной дорожной сети, с помощью которых моделируются ситуации на дорогах. Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События.